На Артик ТВ, Время новостей, в студии Максим Галямин. Здравствуйте! И коротко о главных темах этого выпуска. Последний урок от Башмета. Порадовали детки, в принципе, многие обучены хорошо. Творческий проект уходит на каникулы. Сильные духом. Лидер мне очень помогает, выручает меня, едет впереди. Как занимаются биатлоном люди с ограничениями по зрению. Бывшему главе Ленигорска предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Аналогичное преступление, по мнению следователей, совершил и его заместитель. По версии следствия, в 2019 году глава Ленигорска решил улучшить жилищные условия своего родственника. Однако у того уже имелось жилье на территории города. И он не мог претендовать на получение квартиры. Тогда обвиняемый пошел на хитрость и вступил в сговор со своим заместителем. Который с марта 2017 года по август 2019 занимал должность председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ленигорска. В итоге из жилищного фонда для родственника главы была выделена квартира на условиях коммерческого найма. Вследствие чего пострадали нуждающиеся в жилье по социальному найму люди, которые стояли на учете. Потерпевшими признали более 20 человек. Обвиняемые свою вину не признают. Расследование уголовного дела продолжается. В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Кавдора, совершившего поджог дорогостоящего автомобиля БМВ. Следствием установлено, что у обвиняемого возник конфликт с владельцем баварского внедорожника. Подозреваемый затаил обиду, решил ему отомстить. Дождавшись, когда потерпевший поставил свое транспортное средство на площади Ленина в городе Кавдоре, злоумышленник бросил на лобовое стекло автомобиля полиэтиленовый пакет со смесью горючих жидкостей, бензина и масла. С помощью спичек обвиняемый поджег горючую смесь и, убедившись, что автомобиль загорелся, скрылся с места преступления. Ущерб, причиненный чужому имуществу, оценивается в полтора миллиона рублей. Дело направлено в суд. Поджигателю угрозит до петели от лишения свободы. Жители Заполярья стали меньше жениться, чем годом ранее. Подведены итоги работы органов ЗАГС Мурманской области за первый месяц этого года. ЗАГСы Мурманской области подвели итоги работы за три месяца. За этот период в регионе было зарегистрировано 6 345 записей актов гражданского состояния. Из них рождение 1416. К слову, это меньше на 76, чем в аналогичный период 2021 года. Число пар, желающих вступить в брак, уменьшилось на 41. В минувшем году это число состоило 1007 пар. Из них в самую популярную дату зимы текущего года, 22 февраля 2022, поженились 64 пары. Разводов за отчетный период тоже стало меньше. За три месяца текущего года – 849, а за январь, февраль и март 2021 – 924. А эта история как раз напоминает неурядицы в отношениях среди супругов. В селе Куза Минитерского района еще в 80-е годы завезли якутских лошадей для колхозных нужд. Сейчас животные фактически предоставлены сами себе. Помимо лошадей, в село из далекого Аймекона привезли овцебыков и яков. Какое-то время лошадки работали в колхозе «Беломорский рыбак». Есть мнение, что к животным так и не нашли подход, да и содержание обходилось в копеечку. В конечном счете, они оказались представлены сами себе, а часть скота ушла в село Кузами. Со временем одичавшие лошади начали плодиться. Совсем недавно северяне радовались пополнению в паре Марса и Снежки. Однако сейчас знаменитая по соцсетям лошадиная семья распалась. Марс, теряющий свой альфа-статус из-за возраста и проблем со здоровьем, не смог выдержать конкуренции с более молодым и умным конем Федором. Как можно заметить, между миром людей и животных не так уж много различий. По оценкам экспертов, Снежка должна скоро ожеребиться. Пока такого объявления не было, но наверняка и сюда потребуются рабочие руки, например, волонтеры. 16 и 17 июля состоится 7-й арктический фестиваль Териберка. Событие пройдет в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете. Целью фестиваля в этом году станет формирование осознанности посетителей по отношению к окружающей природе и сотворчеству. Свыше 25 представителей ресторана и индустрии Мурманской области поучаствуют в формировании меню гастрономического фудкорта «Вкус Арктики» на фестивале. Помимо популяризации локальных продуктов и арктической кухни, организаторы сохраняют и другие традиционные идеи Териберки. Раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны России, развитие событийного туризма в регионе. Привезут на край света и музыкальные коллективы. Хедлайнеры концерта пока не разглашаются. В прошлом году в фестивале Териберка приняли участие более 5000 участников из 27 регионов России. Праздник стал лауреатом премии Русского географического общества, а также победил в национальной премии события России в номинации «Культура», «Концерты» и «Музыкальные фестивали». Учебно-творческий проект Юрий Башмет «Молодым дарованием России» в Мурманске закрывает сезон, но обещает вернуться. Екатерина Дементьева вместе с организаторами программы подвела ее итоги. Проект Юрий Башмет «Молодым дарованием России» уходит на каникулы. В рамках учебно-творческой программы молодые одаренные музыканты и вокалисты региона принимали участие в мастер-классах ведущих деятелей искусств. Основная задача проекта – развитие системы профессионального образования в области музыки. Можно дать положительную, конечно, оценку этому проекту, потому что он способствует развитию наших одаренных детей в Мурманской области. Возраст совершенно разный – это с первого класса до студентов колледжа. Такого уровня специалистов мы принимаем, конечно, в таком количестве впервые в Мурманской области. В первой части проекта для юных дарований провели 10 мастер-классов. Из них два по вокалу, три по классу фортепиано и один по классам саксофона, домры, виолончели, флейты и скрипки. Преподаватели проекта – исполнители мирового уровня. Один из них – заслуженный артист России Александр Тростянский. – Порадовали детки, в принципе, многие обучены хорошо, ручки поставлены хорошо. В нашем деле на скрипке это особенно важно, потому что, как вы могли заметить, у нас постановка очень неестественная, поэтому так вот самим дойти до всех тонкостей очень трудно бывает. Я повторяю сейчас те же самые вещи, что говорят местные замечательные педагоги, но просто чуть-чуть сформулировав иначе, ну или что-то немножечко свое там добавляю. Искусство порождает искусство. Педагогу детско-художественной школы Натальи Бачуриной пришла идея запечатлеть участников музыкального мастер-класса во время исполнения. Так появилась арт-акция «Экспромт». Почему бы не поучаствовать вот в мастер-классах образовательного центра Юрия Башмета? Потому что для художника, для набросков очень важно впечатление, эмоциональность, что здесь было в достаточном количестве, конечно, представлено. Здесь сложность состояла в том, что здесь никто не позировал, девочки просто рисовали вот впечатление, что, собственно, видно на выставке. Это такие сиюминутные, быстрые, очень эмоциональные рисунки. Не всем зарисовки дались легко. Основная сложность — уловить детали в движении и дополнить недостающие элементы по памяти. Это был очень интересный опыт за счет того, что модели, они все двигались, и это было очень неудобно. И некоторые детали приходилось самой дорисовывать из головы. Это было сложно. Свою работу ученица детско-художественной школы Маргарита Терещенко оценивает на твердую четверку, но с долей критики есть мелкие недочеты. У меня очень плохо получается рисовать руки, потому что они вечно двигаются, и руки, в принципе, сейчас на моем этапе сложно рисовать. Но здесь нет особого движения. Это статичная поза, то есть она ничего не делает, просто сидит спокойно. Несмотря на трудности для всех участников арт-акции, это был необычный и запоминающийся опыт. Выставка зарисовок стала итогом первой части проекта Юрия Башмета в регионе. К занятиям в образовательном центре ученики вернутся уже после каникул. В столице Сополярье сухопутные силы и морской отряд Росгвардии завершили совместные учения с Атомфлотом. На тренировке подразделения спецназа отработали действия по профилактике и противодействию преступлениям на объекте стратегического назначения. А сотрудники дивизиона «Катеров» в свою очередь пересекли попытку проникновения судна-нарушителя в запретную зону акватории объекта. По замыслу учений, неприятельское судно должно было незаметно проникнуть в охраняемые воды и высадить пловцов-диверсантов. Силами морского отряда периметр акватории был блокирован, а само судно в ходе непродолжительного преследования задержано. После поисков боевые пловцы Росгвардии обнаружили диверсантов и обезвредили их. Завершающей частью учений стала стрельба из многоствольных реактивных гранатометов, во время которой личный состав дивизиона отточил навыки поражения подводных объектов. Возможно, кто-то из участников этих состязаний пополнит ряды водолазов Росгвардии. В центральном бассейне города Мурманска состоялись областные соревнования по плаванию. Наш корреспондент Анна Шенкаренко оценила уровень спортсменов. На старт приготовились, свисток поплыли. Юноши и девушки приняли участие в соревнованиях по плаванию, которые состоялись в Центральном бассейне Мурманска. В соревнованиях участвуют порядка 350 спортсменов возраста от 9 до 15 лет. В заплывах приняли участие три команды. Ребята из комплексной детско-юношеской спортивной школы номер 17, спортивной школы Олимпийского резерва номер 13 и детско-юношеской спортивной школы Кольского района. Соревнования рассчитаны на два дня. Данные мероприятия приурочены месячнику, проводимому в рамках празднования Дня Победы. Ежегодно проводим эти мероприятия совместно с комплексной спортивной детской школой Кадюш-17. Наша школа является членом регионального отделения ДОСАФ. Наши сотрудники также являются членами регионального отделения ДОСАФ. И наши воспитанники – юные ДОСАФовцы. Поэтому на основании этого всего мы проводим соревнования. По словам организаторов состязаний, по сравнению с прошлым годом, интерес юных участников к соревнованиям по плаванию возрос. Число юных пловцов в этом году увеличилось на 100 человек. Дистанции им предстоит пройти разными стилями – на спине, брасом, техникой бутерфляй и вольным стилем. На этих соревнованиях мы также отбираем ребят для дальнейшего проведения мероприятий по военно-парикладному виду спорта, как офицерское летнее многоборье, в план которого входит стрельба, бег и плавание. Сами понимаете, что мероприятия с допризывной молодежью должны быть крепкие, бежать, плыть, стрелять. Поэтому отбираются сильнейшие ребята, которые показали лучшие результаты на этих соревнованиях. Участник областных соревнований Ян Смолко уже совершил свой заплыв и делится своими эмоциями. Как обычно, немного волнительно, даже чуть страшно, но в чём того, что долго занимаюсь, всё-таки был уверен, что нормально проплываю и нормально проплываю. Один из победителей Владислав Ментюков, он занял первое место в соревнованиях на дистанции 50 метров вольным стилем. Я решил заниматься сплавом, потому что это хороший спорт, который заверевает много всего, очень полезен для здоровья и мне просто это нравится. Я собираюсь, ну, в ближайшее будущее я собираюсь выполнить первые взрослые, а дальше, как пойдёт, может, кандидат в мастер спорта, а потом и мастер спорта. Анна Шингаренко, Данил Клепиков, Арктик ТВ. А в Снежногорске на ринге встретились спортсмены из Александровска, Мурманска и Североморска. Для многих боксёров традиционный турнир – лишь выработка опыта, а для тех, кто помладше – первые серьёзные бои. В эти самые минуты на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в Череповце «Североморец» Ярослав Рощупкин представляет наш регион. Однако прежде спортсмен выступил на турнире по боксу в Снежногорске. К слову, увлекается Ярослав ещё и каратэ. Такая смена направлений боевых искусств, уверен боксёр, в его случае помогает с лёгкостью выигрывать раунд за раундом. Каратэ помогает с растяжкой и с постановкой удара ногой. Также набивку обязательно на ноги. То есть ты стоишь, и тебя бьют ногами, и ты набиваешь себе ноги, чтобы тебе не было больно. Пятый год в боксе и Арсений. Изначально в спорт пошёл за тем, чтобы развить в себе мужские качества – смелость, силу и стойкость. Но вскоре удары стали неплохо получаться. Спортсмен вышел на новый уровень – бои с соперниками из других команд на соревнованиях. Увы, этот турнир стал не самым успешным в карьере. Плохо уклонялся и пропускал очень много ударов. И... Ну, с чем это вот связано? Волнение или, может, что-то? Ну, думаю, опыт. Провал в комбинации уклон-удар обнаружил и Максим Мороз. Ошибка обошлась боксёру дорого. Он уступил в спарринге более сильному сопернику. В бой, если ты уклонился, противник провалился. И ты можешь развивать дальше свою атаку как в ближнем бою, так и в дальнем. Да. Для этого нужны уклоны. Бокс – это прежде всего умение не пропустить удар, а потом нанести удар. Поэтому мы очень много отрабатываем защитные действия. И когда ребята добьются того, что они могут защищаться, тогда они только выходят на ринг. Дима шесть и своих 11 лет занимается боксом. Но этот путь был скорее неизбежным. Братья, дед, отец и дядя – спортсмены. Сложно было бы в такой семье стать, например, танцором. На ринг Киброев выйдет с более старшим партнёром. В прошлый раз ему он проиграл в бою. Больше у меня были левые удары, а правый я не наносил, потому что было неудобно сопернику. Он был выше и посильнее. Турнир в честь Дня Победы проводится в Снежногорске с 1985-го. В этом году в соревнованиях приняли участие боксёры из Североморска, Мурманска и Снежногорска. У нас проводится турнир. Мы берём не количеством, а качеством. Очень много ребят, которые сюда начинают выступать, только-только делают первые шаги. Потом они поднимаются на вершины боксёрского мастерства и участвуют уже в первенстве Сазападного округа и дальше в первенстве России. Вот даже у нас был спортсмен, который участвовал в первенстве Европы. Боксёров наградили кубками и медалями. Мурманский спортсмен Даниил Детушев, инвалид по зрению, совместно со своим лидером Максимом Аверкиевым, приняли участие во всероссийской спартакиаде и первенстве России по биатлону и лыжным гонкам в городе Ижевске. Наш корреспондент Анна Шинкаренко продолжит. Чтобы достичь высоких результатов в биатлоне, необходимо тренироваться сбалансированно и непрерывно. Даниил Детушев с рождения инвалид по зрению. Начинал свою спортивную карьеру с тэквондо, плавания и лёгкой атлетики. Но последние четыре года профессионально занимается биатлоном и лыжными гонками. Но как ему это удаётся? Лидер мне очень помогает, выручает меня, едет впереди, подсказывает, какие повороты, спуски, где надо притормозить, где ускориться. И на гонках также он меня очень поддерживает морально и перед стартом мне может дать какие-то полезные наставления. Лидер Максим Аверкиев не только напарник по спорту, но и друг Даниила. Он вспоминает первые дни совместных тренировок. Мы начали работать, сначала кросс бегали, потом Валерий Алексеевич Камуков поставил на лыжи, начали какие-то первые тренировки на лыжах совместные проводить. И бегать первые соревнования уже были в Мурманске сначала, а потом поехали уже в Ужест на Спартакиаду. Занятия ежедневны, однако, зависят от задач. Это силовая тренировка, повторная и темповая. В зависимости от сезона они делятся на разные этапы. Сейчас, например, Даниил и Максим восстанавливаются. Процесс на попадание в цель – это тоже своего рода искусство для спортсменов с ограничением по зрению. Они стреляют по звуку. Там звук, когда прерывистый идет, это значит, далеко находится от центра. Когда он как можно ближе подходит к центру, звук становится однотонный, ну, как пискомара. Там пи-и-и так. Вот чем он это самое. Если он идет как азбука Морзе, пи-пи-пи, там это самое, значит, цель далека. Рядом находится экран. После тренировки или после соревнований можно посмотреть на экран, куда шли эти самые выстрелы. То есть это или габарит, или мимо, или куда он попадает. Даниил и его лидер Максим участвовали во Всероссийской спартакиаде и первенстве России в Ижевске в марте. На спартакиаде они заняли первое место в биатлоне на 7,5 километров, второе место в лыжных гонках свободным стилем и третье место спринт – классический стиль. На первенстве России завоевали бронзовую медаль. Самая дорогая, конечно же, вот это вот, с первенства России за третье место в биатлоне, в длинной гонке на 7,5 километров. Конечно, самая ценная, самая основная моя медаль. В коллекции Даниила не только медаль, но и планы на будущее он строит с уверенностью. Я думаю, что ему вполне по силам попасть в национальную сборную России и защищать флаги России на международных уровнях. Я думаю, по тем результатам, которые мы увидели в этом году, я считаю, что эта цель вполне достижима. Но дальше на спортивное счастье будем просто надеяться. Анна Шинкаренко, Евгений Бугрецов, Арктик ТВ. Долина Славы – место символичное, место памяти. Недаром, проезжая территорию комплекса, многие автомобилисты сигналят несколько раз, как бы приветствуя или прощаясь с защитниками Заполярья. В канун 77-й годовщины Победы к мемориалу отправился и наш коллега Сергей Сгозинский. В Долину Славы на велосипедах наш коллега Сергей Сгозинский вместе с энтузиастами добрался до комплекса в канун Дня Победы, 7 мая. Эта судьба у нас происходит уже с 2014 года. Это уже традиционно. Садимся на велосипеды, едем в велопоход. Наш один общий девиз – деды смогли, и мы тоже сможем. Велосипедисты ехали в Долину не просто так, а чтобы снять репортаж о поисковиках, работе реконструкторов и подвигах бойцов, воевавших в Заполярье. Тяжелое самое вооружение, пехотное пулемет «Максима». Да, он настроен на холостой патрон. Вот видите, здесь такая штучка. Он будет принимать участие в реконструкции. Сейчас пока стоит на выставке. На площадке для зрителей развернули военную технику, бронетранспортер, несколько КАМАЗов, артиллерийские орудия. Перед экспозицией военнослужащие проводили экскурсии, объясняя тактико-технические характеристики гаубиц. Это буксируемая гаубица Д-30, 120 мм снарядов. Буксируется она при 80 км, не более. Среди участников митинга памяти была Нина Андреевна Почилова. В детстве ей довелось пережить всю трагедию эвакуации с Кольского полуострова. Ну я же, когда война началась, я в Уминске жила, в Росте. Видела начало войны, самолеты, бомбы, залив. А потом через неделю или две нас эвакуировали детей в Уминске, в область, в городе Родники. Привлекла внимание наших коллег и реконструкция боя, устроенная клубами «Титовский гарнизон» и «Заполярный рубеж». Сегодняшняя реконструкция имела название «Морская пехота Северного флота в боях за Родину» 1944 год. Пожалуй, такой достаточно редкий случай, когда мы представляли некий абстрактный бой из какой-то конкретной привязки. Подробнее о реконструкции, митинге памяти и его участниках смотрите в специальном репортаже Сергея Сгодинского «Долина славы». 77-я годовщина победы на Артик ТВ и на сайте телеканала. На Кольском 51 открыли ярмарку «Мурманская мозаика». Она приурочена к началу летнего дачного сезона. Здесь представлены товары из разных регионов России и зарубежья. На традиционной ярмарке «Мурманская мозаика» представлены все группы товаров. Колбасная продукция из разных регионов России и Беларуси, морепродукты от производителей Мурманской и Камчатки. Огромный ассортимент сладостей и молочных продуктов, наисвежайший мед и разнообразие сыров. Костромские сыровары представили крафтовые сорта, некоторые из них впервые в Заполярье. Также большой выбор непродовольственных товаров, например, сумок и зонтов. Основной посыл такой, чтобы все было легким, удобным и надежным. В нашем современном мире, когда много всякого разного товара, я вам определенные маячки даю, куда надо прибиваться. И складные сумки для путешествий, легкие, не ломающиеся зонты, что чрезвычайно важно. И всякая мелочь красивая, удобная и надежная. Помимо этого на «Мурманской мозаике» можно приобрести платки, украшения, аксессуары, одежду для всей семьи, включая детские вещи. Серьезный акцент сделан на товары для дачи. Здесь можно купить садовые инструменты, рассаду, саженцы и удобрения. Такие товары есть у представителей полярной опытной станции. Мы же представляем продукцию изученную. Не один год мы изучаем себя на станции, а потом только предлагаем населению. Поэтому рассада всегда пользуется спросом и всегда востребована. Сейчас очень пользуется популярностью томаты. Рассада томатов, огурцов, кабачков. Все хотят вырастить овощную и свежую продукцию у себя на участках. Привозим по возможности. Приобрести необходимые и качественные товары для дома и дачи можно на ярмарке «Мурманская мозаика» с 18 по 22 мая. Она расположена в павильоне «Мурман-экспо» на проспекте Кольском, 51. Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» вновь в Мурманске. Любители дальневосточных деликатесов могут приобрести их также на выставке продажи «Мурманская мозаика», расположенной на Кольском, 51. Традиционная ярмарка «Икра и рыба Камчатская» предлагает мурманчанам и гостям города огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. Эти лакомства можно купить только на выставке продажи «Мурманская мозаика». Чавычи обычно беру. Которую чавычу? И соленую, и там еще какая-то есть. Копченая. У нас, я не вижу, чтобы продавалось в бочках, а отик в бочках. А я коренная мурманчанка, у меня отец ходил в море, дедушка ходил в море, муж ходил в море, поэтому я, кажется, знаю, что такое бочковой посол. А какую рыбку еще любите здесь? Ну, конечно, копчененькую люблю. Все нравится. Вкусная рыба, тут все есть. Ассортимент прекрасный. Покупателей ждет огромный выбор рыбы и деликатесов. Особым спросом у северян пользуются белорыбеца, чавыча, палтус и кижуч. Также в ассортименте есть белуга, нерка, омуль и, конечно, наисвежайшая крупнозернистая красная икра, которая богата витаминами А, С, Д и фолиевой кислотой. Я, собственно говоря, не столько угощаться, у меня просто сестра болеет. Я для поднятия ее здоровья вот купила чавычу и икру чавычу. Икра хорошая, вот поэтому и приходим. А какие рыбки еще тут вкусные? Поделитесь, пожалуйста. Чавыча. Икра и рыба Камчатская работает на выставке продажи «Мурманская мозаика» для северян с 18 по 22 мая включительно. Она располагается в павильоне «Мурман-экспо» на проспекте Кольском, 51. И на этом у нас все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.rf и в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Дарья, вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok